всем привет дорогие друзья во второй части копа возле старого ремцеха попались на въезде небольшие находочки я здесь уже торчу целый час шастал сейчас вон там где копался прошлый раз сперва там трактор вот тут проезжал что-то там делали не знаю вот шастал шастал и вернулся на то место где я закончил прошлый раз вот это яма я не закопал сейчас все исправлю и продвинуть скорее всего вот туда или буду исследовать вот этот бугор в котором находились вот такие замечательные прелести тот раз сегодня ночью шел дождь с утра тоже морозь было не выезжал уже выехал сейчас 4 часа дня и накоп остается уже часа два два с половиной так вот шатаюсь туча мошек и комаров просто жесть вылил на себя пол флакона сейчас опять наверно башка заболит не знаю в общем ладно начинаем искать первая находка отсюда вот такая часть вала прочесываю поверхность этого бугра да уж после того раза вообще кажется что копаешь на другом месте вообще ничего нету достал сейчас вот такую проволоку длинную вот таким набалдаж ником вообще нифига здесь нет копаешься уже полтора часа даже больше результаты вообще никакого он трава вымыхала одна крапива водишь металлоискателем еще больше рой вылетает не особо подходящую погоду я сегодня выбрал дождь прошел ладно тут уже трава он по пояс точнее крапива он тут яма такая вот хоть что-то более-менее за сегодня что такое хрен его знает но вес есть еще один противогончик хрена себе были хрен комбайн и Продолжение следует... 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 И смотрим кусочек трубы. Не успел продвинуться. Еще вот такой крендель выпал. И вот такой вот пучок медной проволоки. Уже попался цвет мед в самом начале. Что-то похожее на корень зуба попалось. Перешел, друзья, в исковольтку. Зашел в лесок. И вот здесь обнаружил место, где копошились местные дядьки. Я пока так-то ничего не нашел. Только уголок и кусочек трубы. Ну вот, сразу видно, что сюда вываливали всякий мусор. Такой-то камень. Вот кучи. В общем, надо еще вот в лесу полазить. Сейчас пока здесь побуду в лесу. Смотрю, сразу на входе мне вылетели находочки. Вот что я сейчас выкопал. Вот, на входе на самом. Сейчас буду пока вот тут ходить. Может, что, найду. Если нет, вернемся обратно в крапиву. Вот еще что-то попалось. Так-так-так. Вот осколок от движка. Здесь вот такие шкуры валяются. Пустые. И от статора много вот такой вот херни валяется. Не знаю, попадется мне что-нибудь или нет. Сегодня вообще, блин, с левой ноги встал. Еще и палец прищемил перед самым копом. Не знаю. Вряд ли, наверное, что-то сегодня выпадет. Что-то день сегодня начался. Это не с того. Колесико от вагонеточки попалось. Нормальный вес. Такое вот колесико. Блин, здесь еще вот неподалеку от этого места еще одно колесико. Но это немного поуже и вес у него поменьше. Перетаскал все свои причиндалы туда, к выходу. Делаю немного перекур. Минут пять. Здесь вот дальше пошел. Вообще ничего нет. Вот после вот этих колес. Сейчас, наверное, туда двинусь еще, полазью. С полчасика и домой поеду. Сегодня с находками. Вот как-то так. Не будем отчаиваться. Здесь местность еще большая. Здесь еще можно пошастать потом по крапиве. Сейчас она, правда, высокая. Ходить не очень-то приятно. Я уже прошел процедуру крапивоукалывания, когда все перетаскивал обратно. Ну ладно. Поросят сегодня уже вряд ли попадутся. Не бегают они сегодня тут. Опять номерок вот такой попался уже. Вроде пятый выкапываю. Нахожу. То ли от железной дороги, то ли от чего. Алюминиевые вот такие вот. 197. Ну тут, по-моему, какая-то цифра должна быть. Вот на этом месте. То ли однерка стояла на других, там уже тоже выцвевшие. Не знаю, в общем. Топорик, друзья, нашел. По краям весь обколотый. Снова, прямо на виду, такая табличка. 197, а год хрен знает какой. Блин, еще один топор. Только этот уже целый. Что здесь, блин, топоров столько делает, не знаю. Опа-на. Блин, думал труба. Лом теперь. Ну, блин, целый набор. Смотрите, какой лом зачетный. Не гнутый, ничего. Выкинули лом. Или п***ли. Не знаю, короче. Вот. Такой вот ломик хороший. И не тяжелый. Хотя, да, вес есть. Нормальный инструмент. Я думаю, восстановить его нормально. И сойдет. Будет еще служить. Длина примерно метр. Метр двадцать, наверное, где-то. Что это такое? Хрен его знает, что это такое. Вообще без понятий. Возьмем. Мало делаю включений. Из-за того, что сыпется одна мелочуха. Попадается. Вот. Неужели хорошая железка попалась. В которой есть вес. Ну, конечно, лом попадался, да. А так. Здесь вот кто-то проводил раскопки. Здесь. Вон. Торчит пруд какой-то. Вот. Там вон. Проводили. Кто-то копался. Сейчас пошарю здесь. Вот что попадается. Вот. Всякая хрень. Замок попался. Вот уголочек маленький. Хух. Друзья. Смотрите. Офигеть. Пищало ведь черметом, блин. Медная обмотка. С какого-то трансформатора. Вроде медь. Ну да, тяжелая. Это не алюминий. Тут не особо видно. Медяшка. Медяшка. Наткнулся на такую вот железку. Вот. Под корнем. Блин. Смотрите, какое дерево. Это сколько же лет. Это тут все валяется. Капец. Это точно при царе. Каком-то сюда выбрасывали все. Охренеть, блин. Дерево. Вон уже какое. Кратенько пробежимся еще раз по находкам. Покажу, что находил вчера и в тот день, в первый. Вот такие вот находочки были. Куча опять, как обычно, мелочевки. Вот такие вот плиточки попадались. Хорошие. Да, мелочи. Опять, как всегда, вагон. Ну вот. Замки опять. Часть рожковых ключей. Всякая вот такая ерунгень. Но вес здесь получился очень даже неплохой. Вот в этой кучке 72,5 килограмма. Уголочки. Такая вот арматура. Круты такие. Вот такая вот. Ё-моё. Вот такая вот штука попалась. Тяжелые. Не знаю, от чего это. Ну, штукенцы весом приличные. Вот что-то попадалось. Такие вот ролики. Две штуки вчера вытащил. Колесики. От дрезины, то ли от вагонетки. Вот это вот, наверное, от дрезины какой-нибудь. Хрен его знает. Может, железной дороги когда-то кинули туда, в эту посадку, ну, в лес. Фиг его знает. Такие вот два колеса хороших попались. Находочки всё-таки в лесу в этом есть. Металл есть. Хоть и мелочёвка, а всё равно. Это же металл. Кто-то таким брезгует. Но не я. Вот уголков куча. Такие вот уголки попались. Расколотые крышки. Одна. Вот. Движков вчера не удалось найти. Ну, да ладно, найдём в следующий раз. Я на это надеюсь. Не перестаю надеяться. Вот ещё уголки. Какие-то болты кривые, косые. Такие вот. Ну, и здесь всякая такая же ерундятина. Вот. Попались вот такие вот кольца со статора. Блин, широкие. Вот сейчас найти такой, да? Движок. По вчерашним находкам. 72,5. В первый день 66 с чем-то. В общем, как-то так. Такой вот вал. Маленький. Здесь вот такие штуковины находил. Это со столбов каких-то. Здесь на вот таких вот штуковинах вот латунное кольцо. Одно я уже снял. Оно снялось, так как тут не было болта. Это фиксаторы. Здесь вот ещё вот эту вот надо снять шайбочку. Латунные противоугонные. Ну, и вот ещё такая же штука со столба. Вот такой металл. 66 килограмм. Без учёта вот этой вот хреновины. Вот. В общем, вчера попытался её взвесить весами. Весы у меня кантер до 50 килограмм. И, в общем, весы уходят просто за шкал. Она весит более 50 килограмм. Вчера просто вот наклонил её. Вот таким образом. Вот. Вот так вчера её наклонил. Короче, весами. Она в наклон вот так вот идёт. Даёт уже 28 килограмм. Поднять я вообще не поднял. Кантер режут руки. Я и за корпус вчера брал. И, короче, поднял. И весы уходят в небытие, так скажем. Хрен его знает. Может, она 55 весит. Может, 60 все весит. Если сосчитать вот это вот всё, вот это, и приплюсовать 50 килограмм, то получается, в общем, вес 190 килограмм. Если же весит вот эта штуковина 60, то получается 199 300 грамм. Ну, короче, 199 килограмм. Опять новый рекорд. Ладно, уже хрен с ними, с этими рекордами. Вообще пофиг. Самое главное, найти медь. Цель найти медяху. Медяху сегодня мы нашли. Хоть и не так много. Грамм 350. Сейчас всё взвесим. Вот ещё, кстати, выкинул тот диван. Я отвернул такие вот железки с него. Тоже приплюсовал сюда, в этот металл. Ну, здесь ещё что показать. Показывать-то особо нечего. Блин, солнце светит. Моя тень здесь гуляет. Такое вот колесо. Не знаю, от чего оно. Одна подкладочка попалась. Вот это вот. Ну, не знаю. Да не должно быть, что от двигателя нет. Это что-то другое было. Не знаю. Такая штука. Уголки. Ну, и мелочёвка. Показывать-то особо её нечего. Давайте посмотрим, что удалось найти по цветному металлу. Первый день в кустах отыскал всего лишь одну вот такую табличку. А вчера удалось насобирать аж целых четыре штуки. Накидали туда, в лес. Вот такие таблички. Не знаю, от чего они. Здесь вот года нет. Просто шаблон. 1970. А какой год, фиг его знает. Вот такие таблички. Вот оно, латунное кольцо. Одно, которое я снял. Не ржавейка попалась. Также вот такая куча проводов электротехнического алюминия. Ну, и, собственно, медь. Давайте посмотрим, взвесим, какой результат сегодня у нас. Почти 300 грамм. Кладём вот эту вот находку. Ну, блин, почти килограмм. Вот ещё небольшая порция. Здесь ещё, конечно, нужен обжиг. Ну, да ладно, положим. Ну, грубо говоря, 850 грамм меди. Результат по выходу вообще неплохой. Хоть ей не удалось найти какой-то движок, там, кабель, я не знаю. Всё равно 200 килограмм чермета и вот такое вот количество меди. Меня радует. Обход этой территории я ещё не завершил. Там ещё можно шастать и шастать. Крапива высокая. По такой крапиве, конечно, поиски проводить вообще не резон, так скажу. Сами, думаю, это всё понимаете. Обязательно ещё, я думаю, не раз вернёмся на это место. Будем проводить дальнейшие поиски. Искать там ещё есть что. Территория там ещё не исследована на процентов, наверное, 60-70. Ну и не могу не сказать пару добрых слов. Вот об такой находке. Ломик. Второй раз нахожу лом. Первый раз я нашёл зимой или весной. Где-то так. Весной уже, по-моему. В предыдущем видео я брал, кстати, тот ломик, когда отковыривал подкладки со шпалы. Ломик немного гнутый. Сначала я вроде как думал, что он прямой. Но это ничего такого страшного. Здесь прям такой уж прям гнутости особо-то нет. Он вроде как, считай, ровный. Его можно кинуть в костёр. Всё вот это вот обгорит. Он не погнил. Только вот такие нарости на нём небольшие. Оставлю в себе его. Не буду его кидать никуда, сдавать. Сгодится, я думаю. Вот обжечь его. И примет уже нормальный вид. Не такой ржавый будет. Всё обгорит. Почистится. Кому понравилась данная серия, не поскупитесь прожать лайк. Подписывайтесь на канал. Также оставляйте свои комментарии. Я всё читаю. Увидимся на очередном выходе. В следующем ролике. Всем пока.